Здравствуйте, товарищи! Там, где усматривается целесообразность, предполагают наличие некого ума, как ее создателя ради некой цели. Стоит отметить, что категория цель появляется только в субъективной логике и относится только к людям. Наконец, от механического и химического объекта через умозаключение цели его создания мы переходим к категории идея. Цель есть определенность, сообщившая о себе объективность, она единичная. Цель есть влечение к своей реализации, требующая для этого средства, которым оно достигается. Если перед нами яблочный сок, то путем его заключения мы приходим к выводу, что была некая цель его создания. Цель создания яблочного сока требует его получения из яблока и средств получения данного напитка. Средство – это объект, полагание выполнения цели. Оно выступает средним членом умозаключения между целью и ее реализацией, то есть продуктом. Средство является орудием в руках человека. В нашем примере есть цель создания напитка для утоления жажды. Средством его получения является орудие под названием соковыжималка, а результатом будет стакан яблочного сока. Цель реализуется при помощи средства и переходит в реальность в виде объекта, то есть становится выполненной. С удержанием и снятием самой себя в новом объекте, как результатом поставленной цели. Реальный яблочный сок отличается от цели его создания, ведь в результате механического воздействия на яблоки в готовый продукт попадает не только фруктовый сок, но и кусочки жмыха. А в результате химических процессов этот сок подвергается окислению и преобразуется в результате его получения. То есть задуманный яблочный сок и то, что получилось в результате, немного отличаются. Способ получения сока влияет на результат. По готовому продукту можно определить посредством чего он был получен. При помощи прямого отжима, путем разбавления концентрата или еще как-то. Теологический процесс есть переход понятия в объективность. В ее деятельности существование получается только из уже существующего. В ней цель, есть лишь предпосылка. Субъективная цель переходит в объективность. С удержанием самой цели она порождает идею. Проще говоря, для существования цели получения яблочного сока должна была появиться идея его создания. Спасибо за внимание.